В школе, колледже или на курсах начни карьеру в IT с компьютерной академии ТОП. У нас есть один вопрос от пользователя, от нашего пользователя. Я уже научилась разговаривать на этом вашем языке, пользователя. Так, значит, слушатель спрашивает, на какое направление в IT-отрасли вы можете порекомендовать переквалифицироваться человеку в зрелом возрасте, 40-50 лет? Не поздно ли? Вообще никогда не поздно, я считаю, абсолютно, потому что в IT-отрасли, знаете, наверное, я бы порекомендовал, возможно, немножко и свои призмы, да, еще говорю. Но почему дизайн? Объясню. Потому что туда, на самом деле, из, наверное, что у нас вообще есть на картах? У нас есть разработка, там код, это очень такая нагруженная все-таки для восприятия штука немного. Есть маркетинг, где нужно иметь хорошую сцепку с бизнес-пониманием, да. Есть как бы дизайн, который изначально, как бы, корнево, он максимально про какую-то творческую историю. Там потом, я сегодня вот рассказывал про всякие показатели, метрики тоже, да. Но это все деформирулось просто со временем. Точка входа, она очень такого гуманитарного склада, и все навыки, которые вокруг дизайна приобретаются, на самом деле, вот экспертная оценка, за три месяца можно получить все необходимые навыки для того, чтобы просто рисовать практически все, что нужно для джуниор-уровня. Вот именно технические навыки очень быстро приобретаются. При желании можно их за месяц даже приобрести. Поэтому дизайн, вот именно я считаю, самой быстрой точкой входа в IT-деятельность. Плюс там очень низкий порог входа в найм. То есть вам иногда достаточно иметь просто hard skill, то есть просто навык визуализации каких-то данных, чтобы уже найти какие-то проекты. Поэтому, если кратко ответить, да, в итоге, то дизайн. Плюс это такая как-то эмоциональная веселая история в хорошем смысле. То есть ты все-таки рисуешь, ты занимаешься тем, что ты рисуешь. Это как-то приятно иногда осознавать. И вот, поэтому я рекомендую дизайн. Спасибо.